Я прокачался с новой пушкой Скорпион от новобранца и до подполковника за 10 дней. Запускает ракеты по Джаггернауту и всё, и он трупчик. Как вы думаете, дойду до легенды? Друзья, если вы тоже хотите получить пушку Скорпион, тогда участвуйте в конкурсе на 20 тысяч танкоинов. Для участия нужно просто поставить лайк, подписаться на мой канал и написать комментарий слово «Участвую». Ну и итоги я сделаю на своём стриме, желаю всем удачи. Всем привет, друзья, с вами Вик Танекс, и это вторая серия рубрики от новобранца до легенды с новой пушкой Скорпион. Это реактивная система залпового огня, которую добавили в Танки Онлайн. И вот недавно мы проходим полностью игру с новой пушкой, которой пока что практически ни у кого нет. И я записываю всего вторую серию, а у меня звание подполковник. То есть 10 дней назад где-то я записывал видос, где я рассказал, что я хочу пройти полностью игру Танки Онлайн. Именно с вот этим вот орудием, которое запускает ракеты по Джаггернауту. И всё, и он трупчик. Вот такая вот пушка. Ну, собственно, что эта пушка делает уже реально на серьёзной модификации. Всего мне нужно дойти до легенды. Вроде бы, если так посчитать, то я уже большинство звонок прошёл. Да, большинство, больше половины точно прошёл. Но если по количеству опыта, а не просто по звонкам, там, урон 1, 2, 3, 4, 5, то я примерно на экваторе. Ну, почти, практически на экваторе. Но подполковник это серьёзное звание, потому что с этого звания уже доступны комплекты с МКС-7 модификации. То есть последняя модификация в игре в магазине. То есть можно уже купить. Я, собственно, купил. И такой вот отчёт для вас. Вообще, что по прокачке. Потому что я запустил серию вот 10 дней назад. И, как бы, для тех, кто интересуется. А вообще, что, прокачка идёт? Какое звание и так далее? Нет, в носу не ковыряюсь я. Ну, чуть-чуть, может быть, ковыряюсь. Но прокачка идёт. Всё нормально. Званочка потихонечку идёт. Я не то, чтобы прям супер-турбо-гипер-быстро. Но, тем не менее, вот у меня недавно был такой прям серьёзный забег. Я делал стрим на 5 часов. И за эти 5 часов игры я прокачался от... Короче, я прокачался от капитана до подполковника. То есть за 5 часов. И вот если бы я вот так вот без остановки сидел бы всё время и играл бы. То, я думаю, я бы уже до легенды и дошёл бы. Но, к сожалению, я делал такие перерывчики. Ну, чтобы как бы и насладиться моментом. И, в принципе, чтобы рубрика довольно-таки была такая продуктивная. Разные мы ситуации разобрали. Вот видите, вот мы прокликались в джиггернаут. И джиггернауты это... Я вам так скажу. Если с этой пушкой зайти против джиггернаута, То всем джиггернаутам рекомендуется покинуть битву. Потому что ничего хорошего они не сделают. И вообще они ничего не сделают данной пушкой. Это просто... Это просто имба. И, кстати, по такому случайному совпадению, Я прогрузился снова на карту песочница. Та самая новая ремантер песочницы. Только уже лето. И, то есть, получается, первая серия была на песочнице. Только зимняя. И вторая тоже на песочнице. Но уже вот такая вот зелененькая. Прикольненькая. Ой, чувак, на сближение пошел. Я ему ничего не сделаю. Так, ну, вблизи, конечно же, я поциков фигачу. Так, снарядов никуда. У нас полетел голд. Так, тихо, тихо. Молодой, человек, не только на меня. А может, я голдик заберу? А где он? Только не говорите, что он сейчас приземлится где-то... А, он летит. Он нормально летит. Ладно. О, блин, это будет непросто. Это будет... Ой-ой-ой-ой. О, 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 о! Джаггернаут! Блин! Чувак, тебе прямо сейчас будет просто кирдык. Засекай, засекай. О, он в купол едет. Все, я ничего не знаю, но сейчас ему просто будет хана. Просто засекаем. Засекаем последние секунды вот этого джаггернаута. Я докажу, что эта пушка, это просто кирдык для всех джаггернаутов. Давайте я доказываю, что мне просто так. Запускаем ракеты. Джаггернаут, встречай, пожалуйста, в гости несколько ракет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О, он выжил, кстати. Ну, я думаю, что это все поправимо. Ничего страшного, но бывает, бывает, конечно, что... Ну вот, он как-то там постарался, попытался и выжил. Каким-то чудом. А, ну, одной пульки не хватило. Все, теперь он готов. Да, то есть одного залпа и еще одной пулечки. Ну и все, и джаггернаут уже готов. Кстати, по комплектам, что я купил? Я купил себе вот такой вот хоречек, комплект МК-7 хорек. А пушка у меня, по-моему, МК-6 модификации. По-моему, МК-6 или МК-5, нет, по-моему, МК-6. Ну, то есть это не самая последняя модификация, но по тому, что мне доступно, это последняя. То есть, в принципе, я по максимуму затарился. О, нормально, нормально пацанчику зарядил. Сейчас, может, меня сольют, я покажу, что у меня там еще есть в гаранжике. А также у меня появился дрон Кризис. Появились у меня несколько модулей с 50%. Два, получается. Да, адресы и от страйкера я два уже успел прокачать. А из комплектов также, что у меня интересно. Ну, нарки немножко появилось. Это из контейнеров я пооткрывал. Ну, на тебе за это. Ваншотик чисто с овердрайва. Это, конечно же, ваншотик. Ну, да, так она им будет. 29 в 5. Давайте я вам покажу, какая модификация. Так, быстренько посреди боя. Модификация у меня Скорпиона МК-5. Блин, МК-5. Вот с полковником будет МК-6. А корпус у меня Хорнг Макс. То есть, МК-7. Я тебя понял. Сейчас я вернусь. МК-7. Полная прокачка под МК-8. И, наверное, либо на таком сочетании, либо на еще викинге. Может быть, я викинг куплю МК-8. Я собираюсь доходить до легенды. То есть, я играю только с этой пушкой. Можете увидеть у меня на канале, на стримах. Где еще? Ну, на стримах. А, видосики еще записывал с получением званок, как я там играю и так далее. Короче говоря, прокачка идет полном. Прям в нормальном разгаре. Не то, что прям дико жестко быстро, как я там как-то прокачивался за... Надеюсь, попаду. А я прокачивался за 3 дня от набранства до легенды. Не настолько... Как я ему там дал. Там просто приехать, добить. Блин. Там чуть-чуточку осталось. Песец. А ну-ка, можно мне вот эту коробочку? Спасибо большое. Спасибо от души. Аптечка. Давай, давай. Он меня целится, да? На. Киш-киш-киш. Ой, лошбенчик промазал. Чисто лошбенчик, чисто лошбенчик, чисто лошбенчик. На. Промазал, блин. Так, вот ты меня напрягаешь, вот этот викинг, блин. А, у нас счет 4... Мы что, проигрываем? А что моя команда делает? Я 32 килла сделал. Моя команда в носу ковыряется. Сейчас мне джаггера дадут, что ли? Ёперс, я бы так с радостью забрал бы джаггера, но... У меня же прокачка на Скорпионе. Ну, типа, я вроде как играю на Скорпионе. Ну, установленного у меня. Но сейчас я... Ну, что это такое? Ну, ладно, давайте я солью его и сразу пойду, сразу обратно свой. Давайте, сливайте уже, сливайте последнего. Ну, Скорпион же, блин, все-таки нельзя предавать. В джаггернауте я вообще не играю, то чтобы вы понимали. И на стримах, и в видосах я играю только на Скорпионе. Все, кто меня видели, они докажут, потому что я только на Скорпионе. Я уже много кого задолбал, потому что эта пушка непредсказуемая. И... О-о-о! И хочу еще немножко пожаловаться. То, что эта пушка, когда я стартовал рубрику... Ой, ДДшка. Все, отлично. Когда я стартовал рубрику, она была совершенно другой. То есть, она вот за 10 дней изменилась. Разработчики изменили новую пушку Скорпион за вот эти 10 дней. И... Оп, вроде был один Скорпион, а сейчас уже совершенно другой. Некоторые функции, сейчас расскажу. Вот так только сделаю. Некоторые функции Скорпиона действительно поменялись и ухудшились, к сожалению. А именно, то, что можно было вот так вот свестись. Вот так вот свестись. И потом за текстурками, за вот этим всем делом. Ну, то есть, можно было потом свестись на кого-то другого, который был даже за укрытие. Который мне не показывался. На другой танк можно было свестись. То есть, вот такой момент был некоторое время. И это такая имба, пацаны. Как бы... Не то, чтобы прям это... Понятно, мои пацаны. Красавчики послевались уже успешно. Хотя я 36 килов сделал. Но... Протестили мы, что вообще делает эта пушка. И... Я как бы... Не то, чтобы прям сильно расстроился, что характеристики эти пропали. Ну, как бы, да. Это была дикая очическая имба. Это нужно было убрать, по идее. Потому что, если бы это вышло уже за кристаллы. Когда эта пушка будет продаваться за кристаллики. То... Было бы грустно. Если ты тупо сидишь только за стеной. И вообще не показываешься. И потом ни с того ни с сего. Кто-то навелся на одного чувака. Который там посреди карты бегал. И потом перенавелся на тебя. Который за стеной. И это было бы реально странно. Поэтому нормально, что пофиксили. Также я, кстати, купил все устройства, которые есть на эту пушку. Все потестил. Самое лучшее устройство, по моему мнению. Прям максимально ебово. А я прокачался с подполковника чисто с ним. Это разрывные боеголовки. Это круто. Он дает сплэш всем ракетами при сведении. Вот. То есть, это реально классная штука. По дрончику. Вот так. По защитам. У меня МК-5. Ну, я не качал. Дорогой броненосец. Блин. По припальсикам. Так. Краски так. Кстати. Я еще ни разу не забирал призы за звание. Вот, кстати, за бонус запрем. У меня есть все звонки и все призы остались. То есть, я еще не забрал. Но прошел уже от новобранца и до подполковника за 10 дней. И вот, как бы, вот это все я могу забрать. Но я хочу пройти полностью игру. И тогда уже покликаю, короче, позабираю конты. И тогда уже обогащусь. Может, что-то интересненькое у меня там появится. Так, конты у меня тут немножечко есть. Я пооткрывал. А, кстати, кто угадает краску, которая сейчас на мне установлена, то тот получит от меня 50 контейнеров, коинбоксов, промоконов. Пишите в комменты, вдруг кто знает. Ну, олды точно угадают. Ну, интересненькое, интересненькое. Может, кто-то уже забыл, что это за краска. В общем, такой отчет получился. Я еще хотел купить иммунитет от пробития на хоречка. Но так, в целом, все нормально. Ребят, если вам нравится эта рубрика, то лепите лайкосы. Потому что мы проходим полностью игру с новой пушкой. И, чтобы понять, что вообще она из себя представляет. И можно ли на ней адекватно играть. Ну, как видите, до подполковника можно. Дальше не знаю, что будет против легенд твориться, если будут жесткие, опасные легенды. И умеют ли они против нее играть. Может, они будут уже хитрые такие. И у меня вообще не получится киллы делать. Короче, посмотрим. Ну, а с вами был Биг Танкс. Лепите лайкосы, подписывайтесь на канал, войдите тегбик в настройках игры в разделе АК-аккаунт. Всем удачки, всем пока, друзья.